Здравствуйте! Это воскресная информационная программа «Неделя» в студии Георгий Плеев. Все главные события недели в материалах корреспондентов нашего телеканала. В начале июля в Москве прошел второй международный форум развития парламентаризма. В форуме участвовала и парламентская делегация Южной Осетии. 800 парламентариев и экспертов из более чем 130 стран на международной площадке обсудили вопросы межпарламентских отношений и их роль в реалиях непростых политических условий современности. Был поднят вопрос совместных законодательных инициатив актуальных вопросов международной безопасности и стабильности в числе заявленных тем развития цифровой экономики, молодежной экологической политики. В своем выступлении спикер нашего парламента отметил необходимость дальнейшего развития межпарламентских отношений и приверженность Юго-Осетинского законодательного органа к курсу взаимодействия с парламентами ряда дружественных стран. Спикер парламента Алан Татаев по приезде с форума дал расширенное интервью по итогам работы Юго-Осетинской делегации. С 30 июня по 4 июля 2019 года в Москве проходил парламентский форум, который собрал 132 страны на этот форум. Форум проводился именно для парламентов этих стран. Там присутствовало 41 спикер парламента. В основном это спикеры парламента из бывшего СНГ, спикер парламента Абхазии, тоже присутствовал, значит, из африканских стран. Очень много парламентариев присутствовало. И, конечно же, парламентарии нашего стратегического партнера Российской Федерации во главе с председателем Государственной Думы, Олодиным, также с председателями комитетов, председателями фракции. Форум был очень продуктивным, очень много встреч, очень много общения, знакомств. Конечно же, общение с нашими коллегами, как ближнего заруберия, так и дальнего, со спикерами парламента африканских стран. Были у нас контакты. Также пообщались с председателями комитетов Государственной Думы, и членами комитетов Государственной Думы, также с председателями фракции, в частности, с Геннадием Андреевичем-Дюбановым. У нас встреча была с Владимиром Уховичем Жириновским. Также беседа была с заместителем председателя Государственной Думы Толстым. Также комитет по безопасности Ирина Анатольевна Ярабая. Более конкретно утолочник обсудит кое-какие вопросы. Сказать, что этот форум был именно организован Российской Федерацией, Государственной Думы, Российской Федерацией. И все вопросы, которые касались под организационных моментов, они были, конечно, на высшем уровне. И размещение и организация вот этого форума, круглые столы по разным тематикам, семинары, где присутствовали спикеры, парламентарные главы делегаций разных стран. Мы получили очень много информации в плане гуманитарного сотрудничества, в плане гуманитарных, в том, планов именно бежпарламентских. Наша делегация представляла Республику Юрьевна Осетия в лице спикера парламента, в лице заместителя председателя парламента Александра Михайловича и в лице председателя комитета по законодательству Допорта Анатолия Маровича. Ну, каждый работал по своему направлению. Там были тематики и по законодательству, были тематики и по социальным вопросам, круглые столы, семинары. И в основном вот мы участвовали в этих семинарах. На второй день открытия форума у меня был доклад именно о теме как могут парламентарии взаимодействовать в плане гуманитарной помощи странам, которые пострадали в той или иной мере. Это будь то военный конфликт или стихильные бедствия. Ну, вы, наверное, застуду у вас есть этот доклад. Там присутствовали спикеры нескольких стран, парламентов. Они заслушали, оценку свою дали. Также депутату государственной думы присутствовали. И иностранные эксперты, в частности, бывшие депутаты и прокурами, там он был со-модератором данного семинара. И я бы хотел сказать, что все прошло вот именно в рабочем режиме. Открывал форум председатель Государственной думы Гячеслав Викторович Володин и он поприветствовал всех, озвучили всех гостей, всех спикеров, которые присутствовали на данном мероприятии. И после этого было выступление еще ряда депутатов, в том числе Европарламента, в том числе и Государственной думы, и спикеров таких стран, как Турция, Египет. Я думаю, что это в дальнейшем нам послужит, чтобы уже более близко общаться с нашими коллегами из ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Отдельно у нас были встречи со спикером парламента государства Сьерра-Леоне, это Западная Африка, там находится десяток стран, которые входят именно в Содружество Африканских стран. Мы где-то в течение часа беседовали со спикером парламента Сьерра-Леоне, но кое-какие вопросы обсуждались, над которыми будет вестись работа, конечно же, с нашей стороны и со стороны парламента Сьерра-Леоне, и именно в частности и тех государств, которые входят в эту организацию Африканскую. Так что я скажу, что все встречи и все контакты с нашими российскими коллегами, это конечно же нет сомнений в том, что они все нас поддерживают, все фракции, все, я без исключения русские, беседовал, это все депутаты Государственной Думы, с которыми удалось пообщаться и была возможность пообщаться. так что я там прямо на фрум и узнал, что российские депутаты Государственной Думы на сессии ПАСЕ в Совете Европы обстаивали интересы и Республики и Южная Осетия, где нашим соседям было высказано, что Южная Осетия никогда больше не будет в составе Грузии и пора с этим смириться. И если вести переговоры с Югостинской стороной, то через Россию в плане Европарламента уже на прямую общаются с Республикой Южная Осетия, тут приглашают Европарламент и обсуждают все вопросы, которые их интересуют. Я скажу, что вот эти четыре дня, которые мы провели в столице Российской Федерации именно на этом форуме, это все было очень конструктивно, очень познавательно и я скажу, что вот на сегодняшний момент у нас есть такие контакты, с которыми мы можем приходить уже и депутатам государственных коллег, и комитеты прямо уже мы можем консультироваться, можем сотрудничать, так что я думаю, что очень очень полезно форум. Эффектно, зрелищно и красиво. Уже который год в Цхинвале проходит турнир по художественной гимнастике. Турнир посвятили памяти тренера Людмилы Габараевой, вложившей много сил во внедрение этого вида спорта в Южной Осетии. Учитывая работу тренерского состава и мастерство юго-осетинских гимнасток, можно смело сказать, что художественной гимнастике в Южной Осетии быть и развиваться во всю мощь. У Зарина Кочевой подробности турнира. Торжество Грации в столице Южной Осетии прошел открытый турнир по художественной гимнастике. Его смело можно назвать традиционным. Уже несколько лет подряд в ютном зале дворца спорта Олимп он собирает несколько десятков гимнасток. И в этот раз в спортивном зале было довольно многолюдно. Выступали более 50 гимнасток в возрасте от 4 до 16 лет. В спортивном мероприятии принимали участие гимнастки Северной Осетии. Президент Федерации художественной гимнастики Зима Схавребова поздравила собравшихся с началом соревнований в память тренера Людмилы Габараевой. Мы помним ее и хотим, чтобы подрастающее поколение знало, благодаря кому в республике развивается и работать здесь. Но это ей не удалось. К сожалению, полезно не спрашивают нас. Но завещала нам продолжать это дело. И мы стараемся. Надеюсь, что мы сделаем все, о чем мечтала Людмила Габараева нашей вуточкой. Гости спортивного мероприятия, спикер парламента Лан Татарий, посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кул Ахмеда пожелали юным спортсменам удачи в соревнованиях. Спасибо вам, организаторы, что вы не забываете имена тех людей, которые дали Южной Осетии вот эту красоту. Они всеми своими силами старались сделать эту красоту и вы продолжаете это дело. И мы спасибо, конечно же, тренерам, родителям, в первую очередь, за все то, что они делают для своих детей, чтобы у нас была в Республике, в нашей молодой Республике вот такая прекрасная спортивная молодежь, которая выступает на разных лошадках, наравне с другими и приносит призовые места в свою Республику. Недалек, как тот день, когда у нас в Республике будем чествовать олимпийских чемпионок по этому виду спорта. Мы со своей стороны, руководство Республики, Павламент Республики будем делать все возможное, чтобы эти маленькие детки достигали тех высот, которые мы им желаем. Праздник маленький излюточки на весь город стал большим живым. Хочется сегодня пожелать ему успехов, расти в спортивном отношении, к генерам, их тренерам, удачи, терпения, самое главное. Настоящий праздник грации и красоты. Каждое выступление гимнасток поддерживали родители, тренеры и сверстники. Нехитрые кувырьки начинающих гимнасток плавно сменяли сосредоточенные композиции более взрослых спортсменок. Зазвенел ручей изнышно, как трещит на речке лед, и копеют с промокшей крыши, нам заживо рот течет, речка развилась напрасно. Пока одни спортсменки выступают, другие с волнением ждут своего выхода за кулисами. Признались, что волнуются, но в победе уверены. Многие из них, несмотря на юный возраст, уже не раз становились участниками и победителями различных турниров в республике и далеко за ее пределами. Я выступала в Дереке, в Сочи, еще в Аплодископтазе, я в Дереке, сагла, первое место на Аплодиске, тоже в Сочи, одолевала, четвертое место, еще в Сочи нужно было хорошо. Сейчас волнуешься? Сейчас. Я сейчас выступаю, я волнуюсь, но хорошо выступлю. Я занимала первые и вторые, и третьи места. Я боюсь, но у меня все получится, и я выиграю. Я принимаю участие в соревнованиях в 12-й раз. Я выступала в Дереке, в Сочи, здесь и в Аплодископтазе. Я выигрывала на 6 первых мест, 3 вторых, 1 четвертая и 1 третья. Возможность выступить перед многочисленной публикой впервые предоставили самым юным спортсменкам. Они не оставили равнодушным публику. Долгие овации, крики «Браво» сопровождали каждое их выступление. В течение трехчасового турнира гимнастки успели показать мастерство как в групповых, так и в сольных выступлениях. Технику и четкость выполнения оценивали судьи во главе с заслуженным тренером Российской Федерации Инной Никитиной. В соревновании у нас был недельный сбор с приглашением заслуженного тренера России по художественной гимнастике Никитиной Инны Борисовны. Благодаря ее помощи у нас развивается гимнастика, потому что только приглашая самых лучших мы можем развиваться. Уровень детей, по словам президента Федерации художественной гимнастики, повышается по количеству желающих привести своих детей на гимнастику, увеличивается с каждым днем. Зарина Кочиева, Азамат Худзеев для программы неделя. Свои функции по пресечению, выявлению и раскрытию преступлений сотрудники, созданного несколько лет назад Совместного Российско-Юго-Осетинского информационно-координационного центра выполняют эффективно, отметил на этой неделе министр внутренних дел республики Игорь Нанев, вруча ведомственной награды служащим центра. Об истории создания трехлетней деятельности ЕКЦ в репортаже нашего корреспондента Розы Тедеевой. Совместный Российско-Юго-Осетинский информационно-координационный центр органов внутренних дел был создан три года назад. На базе подписанного межгосударственного соглашения началось строительство центра, административного здания и помещения для проживания российских специалистов, приглашенных для работы. Совместный центр призван вести координацию деятельности по противодействию преступности. Структура дает возможность сообща решать задачи в правоохранительной сфере. Основными задачами центра являются организация обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами Российской Федерации и Республики Южная Осетия, ведение гемористических учетов, содействие в борьбе с опасными видами преступлений, осуществление межгосударственного розыска, анализ информации в области борьбы с организованной преступностью, а также выработка предложений по повышению эффективности сотрудничества двух стран на антикриминальном направлении. Центром осуществляется постоянный мониторинг криминогенной обстановки на территории Республики. На базе центра создана информационно-техническая инфраструктура, что дает доступ к совместной базе данных. С учетом созданной на базе центра информационно-технической инфраструктуры проводится работа, в том числе направленная на интегрирование автоматизированных рабочих мест сотрудников в структуру информационных ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации для обеспечения доступа к информации, содержащейся в автоматизированных банках данных и криминалистических учетов. С ВСБ России в СТЭК России при содействии МВД России проработан вопрос о поставке программно-аппаратного комплекса в ВИПНЭК, который удовлетворяет требованиям к средствам криптографической защиты. С момента введения центра в эксплуатацию с декабря 2018 года ведется работа с Министерством внутренних дел России по пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, а также розыск лиц, скрывающихся от следствия и правосудия. Есть результаты по выявлению экономических преступлений. За полгода работы обработано 73 обращения об оказании содействия правоохранительным органам Российской Федерации. Также на прошедших парламентских выборах информационно-координационный центр обработал данные кандидатов в депутаты парламента. На основании запросов Центральной избирательной комиссии осуществлялось получение из МВД России сведения о наличии либо отсутствии судимости по фактах уголовного преследования в отношении кандидатов в депутаты парламента. Было проверено 5228 подписных листов, в том числе 43 578 подписей. Также центром проведено 11 экспертиз по уголовным делам расследуемых в Следственном управлении Министерства внутренних дел республики и военной прокуратуры. Принято участие в двух осмотрах мест происшествия. Выполнено подчерковеческое исследование по материалам проверки проводимой Генеральной прокуратурой. Три исследования наркотических средств по заданию МВД Республики. Дактилоскопическое исследование по материалам проверки Главного управления МВД России по Кемеровской области. По мнению министра внутренних дел Игоря Наниева, за короткий срок работы сотрудники центра справились с поставленными задачами, повысив эффективность работы органов внутренних дел республики. Новая международная организация явилась наглядным примером эффективного взаимодействия дружественных государств в сфере правоохранительной системы. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что центр состоялся и функционирует в полном формате. Центр повысит эффективность деятельности правоохранительных органов в отдельных направлениях как производство экспертиз, международный розыск, обмен оперативно значимой информацией, введение базы данных. Наниев пожелал личному составу дальнейшей и эффективной работы. Также указом министра внутренних дел сотрудники удостоились ведомственных наград. Сотрудников совместного информационно-координационного центра с трехлетием деятельности на этой неделе поздравил президент Анатолий Бибилов. Репортаж Анатолий Бибилов Анатолий Бибилов. Благодарность личному составу информационно-координационного центра и отдельно российским коллегам в лице Рашида Нургалиева, который лично курировал работу по созданию центра. За большой личный вклад в дело укрепления сотрудничества между правоохранительными органами Южной Осетии и России глава государства поощрил государственной наградой старшего эксперта центра Алексея Липина. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов отметил востребованность центра и поблагодарил личный состав за плодотворную работу. Это очередной удар по тем скептикам, который показал, что наши взаимодействия и совместная работа между Россией и Южной Осетией она поступательна, она не подлежит какому-то изменению, в частности в области направления Министерства внутренних дел. За три года проделала очень большая работа непосредственно Министерства внутренних дел, созданы великолепные условия для работы центра. Я скажу, что и центр показывает конкретные результаты. Работа очень серьезная и направление работы серьезное очень, которое востребовано в сфере проходительных органов обоих сторон. Я считаю, что центр будет дальше совершенствовать, что работа развиваться. Пять сотрудников центра были награждены почетными грамотами посольства Российской Федерации. После официальной части специалисты информационно-координационного центра провели гостям экскурсию по зданию и показали возможности работы центра. В частности, лаборатории криминалистических экспертиз, оснащенные современным оборудованием. Имеется передвижная лаборатория, которая необходима, чтобы, выезжая на место происшествия, исследовать вещдоки. На территории центра расположен жилой комплекс полностью обустроенный и отремонтированный. Он предназначен для российских специалистов, которые будут приезжать в Южную Осетию для совместной работы с югастинскими коллегами. Ну и приятной новостью для граждан Южной Осетии, еще не отчаявшихся брать кредиты, является снижение Сбербанком кредитной ставки с 16,5 до 15 процентов с марта этого года. К тому же Сбербанк упростил саму процедуру выдачи кредитов, что уже является целым событием. Наш корреспондент Роза Тедейва пообщалась на эту тему с председателем банка Жанной Джоевой. И вот что выяснила. Снижение процентной ставки на кредит позволило Акционерному сберегательному банку Южной Осетии увеличить объемы кредитования населения. За два месяца общая сумма выданных кредитов составила 155 миллионов рублей. Это в первую очередь связано с улучшением условий кредитования. У населения появилась возможность получить больший объем кредита. Это первое. То есть, если раньше, до апреля текущего года, раньше можно было получить максимальную сумму под поручительство одного лица 100 тысяч, то сейчас можно получить 150 тысяч под поручительство одного лица. И, соответственно, под поручительство двух лиц 300 тысяч. Это, естественно, связано со снижением процентной ставки. Как все уже знают, в банке с марта 2019 года действует новая процентная ставка. Это было сделано по указанию главы государства. То есть, мы сейчас по действующим кредитам, по новым кредитам применяем процентную ставку в размере 15% годовых. Ранее 16,5%. Для удобства желающих взять кредит банк упростил саму процедуру оформления. Много времени уходило на сбор необходимых документов, в заполнении бланков. Приходилось занимать очередь на получение денежных средств. Согласно прежним правилам, запись проводилась только один раз в неделю, в понедельник. Теперь же в процесс внесены изменения. Заемщик может обратиться в кредитный отдел два раза в неделю, по понедельникам, по четвергам вместе с паспортом. Там сразу его проверят на соответствии требованиям банка и, соответственно, выдадут бланки. В первую очередь зависит от заемщика, как быстро он предоставит документы. То есть, в банке самое большее это 3-4 дня. То есть, мы рассматриваем документы не более 3-4 дней. Особое значение Сбербанк придает и кредитной истории заемщика. Если заемщик выполняет свои обязательства по выплате кредита в полном объеме и в срок, установленный договором, это повлияет на получение очередного кредита на льготных условиях. Заемщикам с хорошей кредитной историей предоставляется такая возможность, чтобы получить новый кредит при наличии действующего кредита для погашения предыдущего. То есть, можно взять кредит в большем размере и с этой суммы погасить старый кредит. В случае, если, допустим, заемщик обратился в банк и не хватает совокупного дохода заемщика и поручителей, банк может пойти на какие-то уступки и разрешить выдачу кредита, который необходим. Можно еще получить заемные средства с меньшим количеством поручителей. Еще одно новшество заработал официальный сайт Сбербанка. И теперь все желающие могут получить всю необходимую информацию в онлайн-режиме. И так наш любимый город Скинвал со временем может вернуть статус самого зеленого города. И дай-то бог. Идет благоустройство Большого парка имени Валерия Хубулова. На месте старых зданий, кроме ностальгических воспоминаний старожилов, ни к чему непригодных разбиваются скверы. Так еще два сквера появятся на Московской улице. Подробности столь благого дела в репортаже Зарина Кочевой. В ближайшее время в столице нашей республики появится еще один красивый благоустроенный сквер. Работы идут уже две недели. Уже выполнен большой объем работ. Сквер на улице Московская совсем скоро начнет радовать окрестных жителей. Несмотря на жаркую погоду, работы идут полным ходом. Рабочие приходят на объекты очень рано, чтобы успеть сделать больше. Общий вид уже сейчас радует глаз аккуратными бордюрами, бетонными ограждениями, разделяющими разные уровни будущего сквера. Для удобства гаража здесь проложат четыре дорожки. Дорогу для удобства жителей проложили с другой стороны сквера. Там, где на данный момент расположена дорога во двор, будет обустроена красивая дорожка для пешеходов. Проведение работы по планировке территорий, земляные работы уже завершены, установлены бордюры. Дальше проводятся работы по планировке дополнительных тротуаров, пешеходных тротуаров для удобства жителей. Начнутся работы по укладке тротуарной плитки. Еще совсем недавно это место было неприглядным и неухоженным, опасным для детвора из-за аварийной части здания общежития турбазы. Часть турбазы Осетия, где обустраивается сквер, была снесена. Долго тянуть с началом работ не стали. После проведения всех необходимых процедур на место вышли строители. При этом решили администрации города благоустроить территории, которые примыкают к улице Московской. Проводим работы по капитальному ремонту фасада здания турбазы, работают по штукатурке, а дальше будет покраска. Детям, безусловно, больше всего понравится игровой комплекс. Столичные власти обещают, что он будет очень удобным, современным и, что самое главное, безопасным. Скверы будут освещать современные красивые парковые фонари, а отдохнуть можно будет на красивых и удобных скамейках. По всему периметру будут установлены мусорные урны. Уложат дорожки и предусмотрена и большая территория под зеленую зону. Планируем по всему периметру территории установить хороший красивый забор для благоприятного вида. Я думаю, что гражданам понравится все эти работы. Администрация города подготовила проект благоустройства этой территории таким образом, чтобы здесь была обустроена и зона отдыха и площадка для малышей. Местные жители рады, что здесь появится зона отдыха. Для многих это единственное место в шаговой доступности, где можно проводить досуг. Молодая мама Лейла живет в общежитии. Она говорит, что непременно будет приходить сюда со своими двумя детьми. Я здесь живу более 20 лет. До сих пор никакого внимания нам не уделялось. Здесь было здание, которое представляло опасность для жителей, в особенности для детей. А детям элементарно негде было играть. Мы боялись выпускать их во двор. Мы удивились, когда начались работы по обустройству территорий. Уверена, что сквер и особенно детская игровая зона понравятся всем. Судя по темпам работ, уже скоро здесь будут завершены все работы. Коммунальщики перейдут на другой объект. Еще одна зона отдыха появится на территории бывшего универмага. Она расчищена. Проект в разработке. И вот на этой зеленой, а скорее зеленеющей ноте мы завершаем воскресную информационную программу недели. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова